Были передать смесь для сбыта третьим лицам. Наркокурьеров взяли с поличным в тот момент, когда они делали закладку в черте города. А вот организатор преступного бизнеса все еще на свободе. Его следы оперативникам приходится искать во всемирной паутине. На скамье подсудимых молодой человек 82-го года рождения. Его обвиняют в доставке в Норильск крупной партии синтетического наркотика. Почти 5 килограммов. Постоянного адреса проживания. Кого бы не было. Бреждасты российские? Да, российские. Образование? Молное рождение. Семейное положение? Грус, женат. С организатором умышленного преступления молодой человек познакомился в интернете. Лично с ним он никогда не встречался. Указания получал через сеть или посредством СМС-сообщений. Но в одиночку перевозить противозаконный груз не решился. Для совершения рожд указанного преступления с целью облегчения совершения, а также обеспечения мобильности передвижения по городу Москва 27 февраля 2014 года, это вершение привлек преступную группу для совершения данного преступления своего знакомого. Партию наркотических средств исполнители взяли из тайника, расфасовав смесь по банкам, предназначенным для хранения спортивного питания, товар отправили в Норильск курьерской службой. А когда сами прибыли в наш город, не подозревали, что наркополиция уже ведет за ними наблюдения. В начале марта в Норильске у нас стала поступать оперативная информация о причастности, о группе лиц, а именно жителей города Москвы, которые должны были прибыть в город Норильск с целью поставки наркотических средств в особо крупном размере и дальнейшего их сбыта третьим лицам путем закладки. Спрятать наркотики молодые люди планировали в гаражах недалеко от дома номер 5 по улице Дзержинского. В день Икс по этому адресу уже дежурили наркополицейские. Поэтому, когда столичные наркокурьеры прибыли к тайнику, тут же были задержаны с поличным. Сообщникам надели стальные браслеты, концентрат изъяли. По подсчетам наркополицейских, этой партии хватило бы для изготовления 60 килограммов курительных смесей. В случае, если бы данные наркотики дошли бы до потребителя и разошлись бы в розницу, то цена вопроса была бы в районе 50 миллионов рублей. Было задержано два жителя Москвы, им грозит до 20 лет лишения свободы. С одним из задержанных подписано досудебное соглашение. Окончательное решение будет принято по итогам судебных разбирательств. Тогда и станет понятно, сколько лет преступники проведут в местах лишения свободы. Елена Степаненко, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Виктор Толоконский освободил от должности всех полномочных представителей губернаторов в территориальных округах нашего региона. Об этом говорит распоряжение, подписанное временно исполняющим обязанности главы Красноярского края. На такой шаг Толоконский пошел в связи с сокращением института полномочных представителей. Полпреды губернатора присутствовали в семи округах. Северный курировал Владимир Козловский. Экономические ориентиры и пути выхода из бюджетного кризиса. Специальный репортаж с участием Виктора Толоконского смотрите сегодня на канале «Россия-24 Норильск». Сразу после выпуска новостей в 20.30. Юный велосипедист попал под колеса легкового автомобиля. Инцидент произошел накануне вечером в центре города на пересечении Ленинского проспекта и улицы Орджоникидзе. По словам очевидцев, дети на велосипедах пытались переехать дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время водитель иномарки и совершил наезд на одного из подростков. Ребенка незамедлительно отправили в травпункт. Там диагностировали ушиб левой голени. Как стало известно, мальчик серьезно не пострадал и уже находится дома. По факту ДТП ведется проверка. Страшная находка. На городском водоеме обнаружено тело пропавшего без вести Норильчанина. Заявление об исчезновении мужчины поступило в полицию еще в ноябре прошлого года. Его поиски велись почти 9 месяцев. И вот накануне вечером житель одного из домов по улице Набережная, разглядывая в бинокль озера Долго, увидел на водной глади силуэт человеческого тела. Об этом сразу же сообщил дежурную часть полиции. Уже через несколько минут на озере работала поисково-спасательная группа. В настоящее время данный гражданин опознан родственниками. При исследовании трупа каких-либо телесных повреждений, от которых возможно вступление смерти не установлено. Возможно замерз. То есть пока еще у нас заключения эксперта нет. Только заключение эксперта будет, мы узнаем о причине смерти. Вы смотрите Вести Норильск. Мы продолжаем выпуск. На одну спортивную площадку в нашем городе станет больше. На следующей неделе в Аганере откроют спортивный комплекс, рассчитанный на 50 человек. К услугам начинающих спортсменов будут баскетбольная и футбольная зона, а также современный гимнастический комплекс. Подробности у Ольги Зеленой. В Норильске спорт уделяется большое внимание. Городские власти заинтересованы в том, чтобы горожане приобщались к здоровому образу жизни. Поэтому с каждым годом количество спортивных объектов в нашем городе увеличивается. Причем при возведении подобных сооружений стараются учесть интересы как маленьких норильчан, так и ребят постарше. Например, на следующей неделе состоится открытие многофункциональной спортивной площадки в Аганере. Это подарок горожанам от управления по спорту. Заниматься спортом на такой площадке единовременно могут более 50 человек. Здесь две игровые зоны для баскетбола и футбола, есть гимнастический комплекс и зрительские трибуны. Необходимость возведения такой площадки назрела уже давно, говорит начальник городского управления по спорту Михаил Голуб. Была построена площадка, которая потом не пользовалась, скажем так, успехом у наших молодых норильчан, юных. Пришло бы запустение. И вот сейчас было решено такую площадку открытую тоже сделать. По словам специалистов, новая спортивная площадка отвечает всем необходимым технологическим требованиям, которые, кстати, предъявляет Краевое министерство. Они не шатались. Территория спортивной площадки выложена мягким покрытием. Для его изготовления используется специальная резиновая крошка, которую с помощью клейкой основы наносят на асфальт. В итоге не скользко даже в дождь. К слову, при проектировании площадки за образец взяли спортивный комплекс на Советской, 9. Здесь есть все необходимое для занятия спортом. Площадки классные, здесь очень удобно. Мы с друзьями каждый день сюда приходим, играем в баскетбол. Здесь очень здорово. Здесь и футбол, и баскетбол, все по интересам. Есть роллерская площадка. Еще одна полностью укомплектованная площадка находится на Молодежной, 11. Открытый спортивный комплекс имеется на стадионе Заполярник. Норильчане любят играть здесь в баскетбол. Заботятся в городе и о любителях экстремальных видов спорта. С весны 2013 года местные роллеры и скейтбордисты имеют возможность тренироваться на первой в городе крытой скейтплощадке. Набирают в Норильске популярности новые виды спорта. Так, ко дню города по Толнахской, 48, открылась специальная площадка для занятий воркаутом. К услугам начинающих спортсменов трехъярусный турник – полоса препятствий. Для норильской молодежи, проживающей в разных районах города, созданы все условия для активного отдыха. Мне нравятся площадки. Я всегда хожу в футбол и играю с друзьями. В рамках программы «Турник в каждый двор» спортивные комплексы появляются и в придворовых территориях. По словам специалистов, всего к середине августа в норильских дворах появится более 20 комплексов турников. Ольга Зеленая, Алексей Демин, Вести Норильск. Птичий гриб никуда не исчез. Об этом предупреждают орнитологи, как и другие заболевания, которые переносят голуби. Эти пернатые буквально оккупировали наш город. Как нужно себя вести, чтобы не заразиться от птиц? В репортаже Екатерина Овсиенко. Голубей с каждым годом на улицах Большого Норильска становится все больше. Окупировали пернатые практически все улицы и дворы. Мнение норильчана на зойливых соседях разнится. Одни не могут пройти мимо, не прикормив пернатых, другие смотрят на окружающее в грязно-белом цвете. С одной стороны, это грязь. С другой стороны, потому что сыпят все, и семечки, все. Ну, они же, не знаю. А с другой стороны, приятно, любо-дорого на них посмотреть. Бывает, что и окна грязные приходится мыть, но что делать? Их же не истребишь. Это очень забавно для детей, очень тепло. И я считаю, что это очень хорошо. Но просто когда морозы, да, очень мне жалко их бывает, когда они трутся друг от друга, греются 40-50 градусов, жалко видеть их. Подкармливать голубей или нет – дело сугубо личное. Хотя в религии этих пернатых всегда считали божьими птицами. Однако орнитологи призывают разделять птиц ухоженных, тех, что голубятних, и городских. Последние являются разносчиками опасных заболеваний. Они участвуют в процессе циркуляции гриппа птиц, это точно. И еще целая гамма других болезней, вирусов, которые переносятся, и бактериальных. Птичий грипп, к слову, в Азии еще сохранился. Можно заразиться и паразитами сальмонеллезом. В Шотландии придумали весьма оригинальный и эффективный способ отпугивать голубей. На вокзале там установили механического сокола. Он машет крыльями и кричит. Правда, потратили на это несколько тысяч фунтов стерлингов. Но у нас можно придумать альтернативу и подешевле. Питаются птицы и на помойках. Чтобы избежать распространения заразы, нужно установить в городе только закрытые контейнеры. И главное, голубям не стоит подпускать детей. Екатерина Овсеенко, Владислав Моисеев. Вести Норильск при поддержке ГТРК Красноярск. Звездное нашествие в Норильске. В праздничные выходные для горожан выступил по-настоящему звездный состав. Группа Ронда, победитель Евровидения, кумир молодежи Дмитрий Билан, а также звезды 80-х. Концерт на Комсомольской площади вызвал небывалый ажиотаж. Выступление приезжих звезд открыла группа Ронда и ее бессменный лидер Александр Иванов. Не устаревающих рокеров публика встретила на ура, с удовольствием подпевала. Солист старался работать нестандартно. Экспронты порой получались довольно неожиданные. Горожане отмечали, что именно такого артиста давно ждали в Норильске. Но это было только начало звездного нашествия. Норильчане и не думали расслабляться. За полчаса до начала концерта поклонники Димы Билана буквально заполонили Комсомольскую площадь. Зрительские места находили даже на крышах. Все хотели увидеть выступление победителя Евровидения и кумира молодежи. Певец исполнил хит, с которым он впервые выступал на Евровидении. Все было в лучших традициях Димы Билана. Не обошлось и без коронных прыжков. Нутрители тепло приветствовали своего любимца. Билан отвечал взаимностью, общался с публикой, шутил, танцевал, зажигал, что называется, по полной. Порадовал и поклонников классического репертуара. На следующий праздничный день настроение дарили преимущественно заграничные звезды. Первыми на сцену вышли очаровательные испанки. И напоминать горожанам, кто они, не потребовалось. Это сделали песни. Оказалось, хиты звезд 70-х, 80-х норильчанам хорошо знакомы. Приятно удивили артистки, зрителей и знанием русского языка. Направо, с автора, лево, конечно. После Бакары ведущий концерта Станислав Ярушин пригласил на сцену не менее экзотичного для норильска артиста, немецкого музыканта угандино-итальянского происхождения Лу Бегу. Его песни занимали первые строчки хит-парада в 2000-х, но и сейчас он пользуется не меньшей популярностью. Девушки из группы «Шуга Мама» в шоу-бизнесе относительно недавно, но уже успели полюбиться зрителям. Участницы проекта «Голос», в отличие от предыдущих артистов, русские знают хорошо, но поют чаще на английском. Звездный десант, посетивший Норильск в эти выходные, подарил зрителям немало эмоций. Поэтому в финальный праздничный день даже дождливая погода настроение не портила. Публика веселилась на площади до позднего вечера. Екатерина Копылова, Алексей Демин, Александр Усатенко, Евгений Жуков. Вести. Норильск. Не менее зрелищной была и спортивная часть праздничной программы. В день города и день Металлурга ее открыла велоэстафета профессии. В заезде по Ленинскому проспекту приняли участие 18 команд предприятий города из-за полярного филиала. Ну а самым массовым стал легкоатлетический забег. Маргарита Батыченкова о праздничных стартах. Стартует по две команды. Пока они готовятся к прохождению первого этапа – дартсу, их соратники уже ждут на остальных четырех этапах. Всего получилось 10 таких заездов. Перед началом соревнований спортсмены заметно нервничают, но присутствие духа не теряют. Чего ждете от этой вот эстафеты? Только победы. Потому что я душой за завод. На втором этапе под одобрительные выкрики судей и болельщиков участникам пришлось попрыгать в мешках. Хлопок по плечу, как символ передачи эстафеты, и бегом на следующее задание. Проходить интерактивные зоны, а потом снова вскакивать на велосипед трудно, но делать нечего. Нужно торопиться к другим участникам. А на финише спортсмены не сдерживали победных криков. Эстафета в среднем длится 7 минут, но за это время участники получили немалую нагрузку. После велозабега буквально валились с ног. Причем некоторым пришлось проходить все испытания не в самом лучшем состоянии. Сутки не спал. Работать пришлось. И как же вы в таком состоянии преодолели? Шикарно. Спорт это, тем более велосипедный, в любое время можно, от дня и ночи. По итогам велоэстафеты лучший результат 6 минут 34 секунды у команды «Ремонтник». Досадное второе место у строителей. Лидером они проиграли всего одну секунду. Замыкают тройку призеров «Металлурги» никелевого завода. Аплодисменты победителям! На очереди традиционный легкоатлетический забег. Он стартовал на стадионе «Заполярник», прошел по Ленинскому проспекту и финишировал на Комсомольской площади. Это событие получилось действительно массовым. В нем поучаствовали даже самые маленькие бегуны. Своей пробежкой все остались довольны. Эмоции на лицах людей говорили сами за себя. 23 июля в Норильске переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12 градусов. Днем 18-20 градусов тепла.